Ну что, что скажите мне заставило нашего дедушку налить спирта в малиновую настойку и поцеловать спящую Амалию Львовну, вдову генерала-покойничка Царства Небесного? Федор Михайлович Достоевский, бесы. Дорогие друзья, смак на первом канале. У нас в гостях сегодня чудесная семейная пара. Творческий союз и семейный союз. Давайте поаплодируем Ирине Сергею Безруковым, которая сегодня в гостях. Здравствуйте! 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 Друзья, давайте я встану все-таки вот так, вы все-таки стоите семью, не буду я оставать между вами. Скажите, пожалуйста, во-первых, спасибо, что вы к нам пришли. Мы, вы необычайно востребованные, вы необычайно занятые и редко появляющиеся до трех часов дня в телевизионном эфире люди. И мы в связи с этим невероятно рады, что вы к нам пришли. Поводов у нас для разговора масса. Параллельно, я так понимаю, судя по тому, что мы видим на столе, а тут и семечки, и соленые огурцы, и чеснок. Назовем это партизанский шведский стол. Значит, что мы сегодня будем готовить вместе с вами? Езешка, давай. А, да-да-да, мне так раз. На самом деле мы сделаем салат, который очень любит мой сын. Мы хотели его взять, но он сказал, что он не поместится. Тут нас и так много. Поэтому посвящается это Андрюхе. Это будет салат из бакинских помидоров, огурцов, с авокадо и со всякой зеленью очень вкусной. Так, так. И кто не подсказывает, что это не все еще? Не все, да. Мы видим здесь вот эту вот красоту. Это аспарагус? Аспарагус. Аспарагус. Посмотрите, это аспарагус. Ох, это просто, это серьезная настоящая аспарагус. Так, аспарагус. Вот, мы будем делать тунца, тунец с аспарагусом и каким-нибудь салатиком. Для чего здесь семечки? А вот Сергей про семечки ты рассказывал. Просто, чтобы занять немножко время ваше, когда вы будете готовить. Он так привык за съемки к семечкам, но идет и все время. Да, я просто в сказке грыз семечки и делаю. Да, друзья, давайте мы сейчас начнем готовить. Я расскажу про сказки. В сказке я грыз семечки. Это сейчас многие профессионалы знают, но широкому зрителю это будет понятно с 3 ноября. Значит, давайте начинать готовить. Я буду рассказывать про ваши творческие предстоящие премьеры. Значит, что у нас, с чем мы начинаем? Значит так, нам нужно налить воду и включить ее, чтобы был кипяток. А надо налить воду, чтобы был кипяток? Так, я беру воду. Аспарагус будет там в стойме находиться, и головушки у него должны торчать наверху. Значит, вот так вот у вас воды нужно налить. А, вот так подожди. Он будет вариться. У нас есть другая вода. Нет, пока помню семечки. Нет, семечки мыть. Семечки все мытые. Все мытые? Я тебе скажу, Сергей, я тебе скажу так. Почему черные губы? Знаешь, хорошо. Мытые семечки черные губы, хорошо. Семечки черные губы, да. Почему у бабушки черные губы? Она ест семечки. Здравствуйте. Значит, друзья, посмотри, вот так достаточно? А, можно еще чуть-чуть? Еще чуть-чуть варить. И вот картофель очисткой надо вот отсюда аккуратненько почистить аспарагус. Некоторые любят вот более такой жесткий, но я хочу сварить крупный, красивее будет, да. Вот этот можно не чистить, допустим, но нам бы надо почистить. Вот тот памятник его тонет. Он, да, жалко. И мы варим без пары, мы прямо ни на каком ни на пару мы варим, да? Варим, да. Все, хорошо. Потому что, в принципе, можно, конечно, и на пару. Я предлагаю твоему мужу, народному артисту, взять просто, да почистить аспарагус. Да, давай я покажу. Вот так вот. И пока, и пока Сергей может сюда это чистить, а сюда складывается очищенный. Да, вот так. Так, вот еще одна, еще одна штучка. Я хочу задать вопрос, Ира. Да. Тебе. И спросить у тебя, а как Сережа готовит вообще? Готовит ли он? Рассказывай. Нет, вот если Сережа будет отвечать на этот вопрос, ответ я знаю. Я тоже отвечать не буду. Так, а вот я хотел бы спросить у Иры. Итак. На самом деле, когда у меня нет совершенно времени, я с себя начну, да, я сына приглашаю в какую-нибудь кафешку пообедать, и говорю, ну как я приготовила сегодня? Он говорит, ну ты же не готовила, говорю, минуточки, а деньги? Деньги. Кто деньги? Кто приготовил деньги? Дальше человек может не готовить. Правильно. В принципе. Дальше он ведет меня в ресторан, и мы там едим. Все понятно. Вот, деньги он умеет готовить, потому что он все время работает, а когда человек работает 20 часов в сутки, бесчеловечно. А давайте мы сейчас, вот я хочу для всех наших зрителей, возьмем отрезок последний год. Сколько съемочных дней за последний год было у артиста Сергея Безрукова? Но в году сколько дней? Лучше сколько было свободного времени, посчитать быстрее. Хорошо, сколько свободного времени было? Сереж, ну? Ой, я, честно говоря, даже растерялся, потому что не задумывался. Ну, 300 точно. Ты же когда задумываешься, включая спектакли. 300? 300. 300 рабочих дней. Из них есть небольшие часы отдыха перед спектаклем, допустим, или в самолете. Ванечка, за этот год мы отдыхали 10 дней подряд, и больше мы себе позволить не смогли. Бывает иногда один день, полтора, но там заняты какими-то делами. А вот, слушайте, ну объясните мне... Ну, это фобия, говорят. Трудоголики – это фобия, это заболевание такое. Трудоголики, да. Потому что мною, когда я работаю много, мною движет жадность. Жадность. Ну, наверное, надо было другую профессию выбирать. Да работаю. Ничего не могу. Нет, я бы... Корпоративов не ведет. Корпоративов? Хорошо, что Сергей не ведет корпоративов, потому что мне пришлось бы его отравить тогда. Это уже сказал Максим Галкин. Галкин, расскажи историю про Галкин. Да. Про Максима Галкина? Да, один раз. Любая история про Максима Галкина – это приправа к любому блюду. Итак, это... Один раз мы были на юбилей Эльдар Саныча Рязанова. Да. И там, естественно, были пародии. Как-то мы так разговорились, сидя за столом. Я, глядя Максиму в глаза, сказал, Максим, представляешь, если я все-таки плю на все и вернусь в пародию? На эстраду. Я сказал, я тебя закажу, дешевле обойдется. Дешевле обойдется. Это коронная фраза. Это был уже давно. Я тебя закажу. Обратите внимание, никто не смеется, потому что знает, что Максим мог быть. Посмотрите так. Я знаю, чтобы... Вот если, Ир, ты хочешь, чтобы Сережа вдруг стал готовить как шеф-повар, нужно сделать только одно. Попросите его сыграть шеф-повара в кинофильме. Абсолютно. И в эту же секунду он будет готовить как шеф-повар. Вот смотрите, как он гениально это делает. Поэтому ни в коем случае нельзя Сергея приглашать на роль Бэтмена. Потому что он полетит. Он физически оторвется от земли и полетит. Давайте поговорим о том. Третьего закипает. С третьего посолить нужно воду, да? Да, посолить. Значит, третьего ноября на экраны всей страны розовой солью посолить? Или ее лучше в салат? Да нет, лучше ее в салат. Всегда хотела использовать розовую соль. Розовая соль. Абваэты кремовые. Да, извини, пожалуйста. Про пантеру я знаю, но чтобы розовую соль. А когда розовую пантеру, да посолить розовой солью. Ой, шикарно. Обложить экстрагончиком, розмаринчиком. Да, пойти в 3D и одеться розовые очки. Жареные пантеры, это когда Николай Николаевич будет Дроздов продюсировать нашу программу. У нас будет жареные пантеры. Ой, нет, это как бы... Когда мы объединимся. Бесчеловечные. И я бы хотел, чтобы, допустим, я, Дроздов и Малышев, мы все вели одну большую программу. То есть как бы вели? То есть мы вначале... А свитер понадобится. Сначала Малышева делает короткий укол всем, потом мы идем все жарить слона. Так, я посмотрел, но пускай она закипает. Так вот, 3 ноября на экраны всей страны выходит фильм, который называется «Реальная сказка». Да? Я... название правильно. Это, кстати, с самого начала. Да? И у нас, друзья, сегодня в гостях не только исполнитель одной из главных ролей, и исполнительница одной из главных ролей, но и продюсер, и... И в этот момент у меня упал, пожалуйста. Нет, ну что же. Продюсер не может выпустить овощечистку. Не цепь есть. Он так чистит. Продюсер, Сергей, у продюсера очень цепь и руки. Начинающий. Я начинающий, мне может... Так, шкурка. Смотрите, сейчас будет аттракцион. Что-то из мире животных тоже. Подождите, дружище. Всполняйте, впервые мной. Значит, надо вот их как-то вот так, да? Помните фильм «Бриджит Джонс»? Дневник «Бриджит Джонс». Когда она вот синенькой завязала ниточкой, и потом у нее был синий, все она выбросила. Я заготовила беленький. Беленький, потому что оно не полиняет. Значит, друзья, перед вами стоят не только продюсер и сценарист, но и исполнитель роли Ивана Дурака. Правильно вы говорите? Да? Абсолютно верно. Иван Дурак. Иван Дурак. То есть как бы... Я все ждал, когда меня без рук в кино сыграет. А вот, друзья, пожалуйста. Так. Иван Дурак. Иван Дурак. Масса актеров. И все это, о чем, хочу я узнать, у вас, дорогие безруковые. Пускай Сергей рассказывает, а я тунец возьму. Сереж, немножко семечки. Ничего все-таки, да, вот эта история. Хотя их вообще надо пожарить, если... А что их жарить, Сереж? Они жарены. Они уже жарены. Спасибо большое. Ну, хотя бы сделали вид, что мы их пожарим. Только что... А-а-а! Ты посмотри, просто он горячий какие. Какие горячие, спелые семечки. И так мы их живем. Ну, расскажи. Что касается дельной сказки? Можно дощечку и нож. Я с наслаждением плевал это за балкона второго этажа, когда играл. Иван Дурака, и вот он жал. Он по фильму ест семечки? Да. Ты знаешь, вообще-то ты обманул меня, они абсолютно не жареные. Да, они не жареные. Вот так. Это не жареные вам. Это у нас так всегда зеленый парад. Одна семечка. Одну жарят, вверху кладут и... Вот она, вот она. Жареная семечка. А по телевизору невозможно понять, жареная или нет. Мы все-таки пожарим. Сережа, пожарим семечки? Ну, пожалуйста. Пожарим. Сейчас, подожди, я хочу взять маленькую сковородочку. Замечательно. Так. Да, в принципе, и дача. Так. Так. Вот, рассказывай. Сюжет довольно-таки интересный, замечательный. В принципе, отвечает как раз к тому нашему времени, когда сказки, в принципе, не нужны. Рассказочные персонажи забыли. Сказочные персонажи забыли, действительно. Забыли наши рассказы. Про них не снимают фильмы. Практически нет ни одного спектакля. В центре они детских. И так получилось, что они стали брошены. Во всех сказках победил Кощей. Быстрее. Кто не успеет, будет к ней здесь заживо. Умерли ваши сказки, и никому вы здесь не нужны. А я, я даю вам шанс сбежать. И запомню, что в мире людей о вас никто не должен знать. Кто нарушит этот договор? Ничего личного. Вообще героев русских сказок нет. Кто сейчас появились? Какие-то заморские... Вот там есть замечательная просто история Леа Муромца, когда они с главным героем общаются, и мальчик говорит, ну как же так, вы же Леа Муромца, вы Тугарина били, Соловья разбойнику били, Кощейу продались. Он говорит, ну а чего ты хотел? Это вы, люди, перестали нас верить. Это ж вы, люди, перестали в нас верить. Кому теперь наши подвиги нужны? У вас теперь другие. Джедаи, хоббиты разные. А как приперло, сразу за вы. Где вы герои? Ну, и где же твои покемоны? Где же твои покемоны? Покемоны, да. Собственно говоря, вот это некое обилие сказочных персонажей, что про них забыли, и вот они вынуждены жить среди нас. То есть, сказочные персонажи живут среди людей. Вынуждены очеловечиться. Иван у нас... Иван стал, на секундочку, десантником. Ты как в самом деле живу? Ну, я к учительнице. А, заходи. Василиса Николаевна, тут это, к вам. Про то, что меня с винтарем видел, ни слова, понял? На секундочку, десантником стать не получится. На секундочку. Ну, и у него это получилось. Потому что, хотя есть люди, которые приходят в августе в парк Горького, на секундочку становятся десантником, быстро прыгают в бассейн, бьют бутылкой кого-нибудь, и выходят, и все уже не десантники, доктора наук, пошли обратно в академию наук. Попытиться, он выдох! Да брось ты, Санек! Не надо, не поможет. Пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Как же так, Вань? А вот так. Отступаем. Будешь считать, что это наше тактическое отступление. Пойдем. И, конечно же, Василиса Премудрой стала, на секундочку, она стала учительницей русской литературы. О, Василиса Премудрой, это хорошая правительство, буряродная выбрала. Какое же это волшебство? Это так? Неотторжимые свойства персонажа, они у каждого остались. А, значит, у Кащея свойства бессмертия. Не совсем. У него оказалось много свойств и качеств, полезных для вашего мира. Во-во, он здесь хорошо устроился. Гад. Глава корпорации русской литературы. Глава корпорации. Прекрасный. Замечательный, хороший бизнесмен. У него есть базовый капитал, он чувствует себя превосходно в нашей жизни, поэтому ему хорошо. Но дело в том, что жить среди людей, это не сказочное дело. Сказочные персонажи для того, чтобы в них верили, они должны быть в сказке, поэтому их нужно вернуть в сказку обратно и поверить в чудо. И вот это все будет происходить с третьим наибородом кино. Это все будет происходить. Так, что... Посолила. Посолила и оливковое масло. Да, очень плотненько. Все, такой чуть-чуть маринадик такой, да? Да, чтобы сухо не было. Чтобы не было сухо. Прекрасно. Ну что, Сергей Безруков жарит семечки. И смотрит на пульсах. Полюбленными глазами. А вот и перчик пошел. На секунду я вас, друзья, покину. Семья Безруковых у нас на кухне. Короткая пауза, после которой мы вернемся. И вы знаете, что первоначально знаменитый гимн студентов звучал так. Аспарагус спиритус пивос профессорос. Аспарагус спиритус пивос профессорос. Бармена, не шатикорябать. Роковая на нем печать. Рыбу красную с голой бабою я мечтаю в СИЗО повстречать. Дорогие друзья, смотри на первом канале. У нас в гостях сегодня Сергей Безруков, Ирина Безрукова. Мы готовим. Сережа готовит семечки, потому что его персонаж, Иван Дурак из фильма «Реальная сказка». Весь фильм есть семечки. Ну не дурак. Ну хорошо, Иван. Иван Дурак, сказочный пирог. Ирина, загадывай желание, потому что ты и справа, и слева. Смотри, вот сейчас Ир загадывай желание, потому что она стоит между Иваном, как бы меня, настоящим, и Иваном сказочным. Подделка. Абсолютный дурак. А сказочный – это моя вторая фамилия, под которую я беру некоторые кредиты. Иван сказочный. А теперь я могу загадать желание, потому что я стою между двумя безруковыми в белых футболках. Ты обрамляешь. Программа «Шмяк». А теперь Сережа может загадать желание, потому что в прошлой жизни я был женщиной. Ну что там? А я в этой что делаю? Так, ничего, вот тут лучше ничего не делать. Смотри, что делает Эр. Это цедра лайма. Это тонкое, это тонкое. О, я думала, почему не сыпется? Волшебность. Смотри, 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 смотри. Это тоже все сказочное. Да. Все-все волшебное сказочное. А на это стеклышко мы раз, помидорку положим, и мы в лабораторию. Сейчас закипает. Смотри, что она у нас закипает, друзья. Так, давай перемешиваются семечки. А может быть мы... Это же будет готовиться в секунду, правда? Это быстро готовится. Так вот я и хочу предложить тебе, пускай это пока помаринуется, а мы перейдем к салату. Перейдем. Потому что спарда у нас, мы ее опустим, она будет готовиться семь минут. Да? Ну вот это. Это семь-восемь минут. Да, это быстро. И, соответственно, у нас все будет готово для вот этого. Сергей Витальевич, у меня такое ощущение, что у вас там все уже пожарилось. Можете нам помочь? Она жарится. Помочь? Нет, Сергей Витальевич. Я прошу вас. А я? Мастерок. Город-мастерок. Город-мастерок. Привычка медвежатника. Я уже знаю, где лежат дощечки. Привычка медвежатника. Ну да, медвежатник он же всегда открывает, да? Отмычкой. А вот скажи мне, пожалуйста, Сережа, ты человек, который... Вот ты рассказал историю про Галкина. Я считаю, что ты вообще один из лучших пародистов прирожденных в этой стране. Если бы ты не оказался на счастье Максима Галкина еще и хорошим артистом, то быть тебе пародистом. Вот скажи, когда ты... Подожди, ну когда ты начинаешь репетировать роль? Часто ты добавляешь в роль... Вот мы были вместе на большой разнице. Ты знаешь, я удерживал себя, с трудом удерживал себя, чтобы действительно не вернуться опять. Да просто не показать класс. Честно, ну как сказать, это класс, класс показывает, конечно, ребята, многие ребята на нашей родине. Многие ребята. Не все. Ты знаешь, почему большая разница, если это хорошо выглядит? На фоне цикала. Саша тоже сошел. Саша очень хороший. Это пародия одного мужчина, затянувшись на 60 лет. Ну-то надо уметь. Молчать, и вот оно так молчает. И молчать, на самом деле, да. Ты знаешь, честно могу сказать, что действительно хорошие были, интересные ребята, действительно интересные. А не хотелось бы так, эх, тряхнуть до старинного. Знаешь, я всегда относился к пародии как таковой. Я относился как к первому курсу актерского факультета. Это называется наблюдение. Потому что одно дело, ты занимаешься имитацией голоса. Другое дело, что ты переплощаешься в свой персонаж. Ну это же лучше. И становишься этим человеком. Потому что это гораздо интереснее просто для актерской профессии. Я тебе сейчас говорю даже не про пародию. Я говорю про то, что у тебя, ну есть люди, которые наделены этим даром. Это называется, вот я, мне кажется, что ты слышишь, и ты можешь... Когда меня тормозил гаишник, я мог сказать, что я тот самый голос Ельцина. И меня отпускали. Более того, ты же наверно... Скажи что-нибудь. Я, конечно, начинал рассказывать. Да, да. А ты мог меня пускать в стекло, и он думал, что Ельцин едет. Так, значит, нарезаются у нас огурцы. Нарезаются у нас помидорки. Черри и бакинские помидорки. И не просто нарезаются, а из них как-то... Бакинские огурцы, это, конечно, самые. Да? Есть какие-то приоритеты? Сереж, а бывает так, что вот, например, у вас, я не знаю, выдается какой-то выходной, и вы идете с семьей на рынок, покупаете продукты и готовите обед. Такое бывает? Бывает. Да? Конечно. А что тогда готовите вы? Вот у вас есть семейные блюда? Какие-то? Я просто, я люблю, когда Ириша печет. Да, но тут долго было. А печет что? Булочки, булочки, шоколад. Но я прошу это делать ее гораздо реже, чем она это делает, потому что... В следующий раз, Ванечка, я с тобой приглашу. Ну, приходится держать форму. Просто я хочу просто намекнуть, что помимо того, что сейчас, сейчас на Первом канале идет сериал «Черные волки» с огромным успехом, и там Сергей, это одно. Помимо того, что выходит в фильм «Реальная сказка», есть еще... Ведь артисты существуют по-другому. Артисты существуют на год вперед. Мы только видим то, что они сняли, а снималось-то это все год назад. Или, как в случае с «Реальной сказкой», даже два года назад. Два года это снималось. И был год простоя. Так, а мы сюда же авокадо и сюда же соленый огурец? Да, мы уже меньше соли. Солить на самом деле. А, не надо? Есть уже соль. Друзья, закипела вода. Не удерживайся. Торжественное погружение. Погружение. Огурцы, кстати, хорошие. Бочковые огурцы. Повозвращаясь к сказке, сказочные, бочковые огурцы. Да? Они должны находиться стоя. Самое важное... Ира, я вот просто вот так смотрю. Ну, вот, да, как-нибудь так. Самое важное – готовить с семьей. Почему сказка наша? Она семейная. Для семейного просмотра. У нас, получается, так же в кинотеатрах у нас дети смотрят отдельно мультфильмы. И фильмы для них взрослые смотрят взрослые фильмы. А так, чтобы вместе, и чтобы вместе было интересно, это у нас не получается. А 3 ноября... Хотите, все семьи посмотрят фильм? Среди ноября. Семейный. Среди. Взрослым будет очень интересно. Бабушек, дедушек, папа, семьи. А на следующий день, 4 ноября, это... Красный день календаря. Нет, это день... День... А какой, не красный, разве? Ну да, красный... Это же праздник у нас, четвертый день народного единства. Нет, это красный день. Да. Друзья, что у нас происходит здесь? Слушай, спаржа начинает вариться. Семечки, кстати, между прочим, уже, наверное, готовы. А я... Ну, сейчас. Ну, семечки надо будет остудить. Пускай вот они... А мне вот вопросик, Тула, ну, за вредность дают, там, молоко или сливки. Приходится же пробовать то, что тут готовят. Приходится пробовать. Не профессионалы. Не профессионалы, ты знаешь, но... Это стресс большой. Это большой стресс для желудка. Но у нас соседние, вот соседние здесь двери, это кабинет УЗИ. Да, УЗИ. И сразу... Я захожу, и сразу УЗИ, мне говорят, у вас все нормально. Лук. Ну, давай это сделаем. Немножко. Давай. Давай заплачем. Давай тогда сразу... Давай заплачем, товарищ Павел. Давай режь. Давай сразу, Петя. Чего так в России... Знаешь, последний анекдот про меня? У безрукого дома стоит березовая соковыжималка. Березовая... Браво! Браво! Ес! Наконец-то! Откуда они узнали? Почему? Кто сказал? Кто сказал? Я знаю, знаешь, что таких легенд я про тебя знаю? Мне рассказывали легенду про то, когда ты пробовался на роль Саши Белого. Эм... Эм... Да? И просили сыграть самую, самую важную сцену, где герой плачет. Подожди. Это легенда. Легенда. Я не знаю, это легенд, ты мне скажешь, это так или нет. И герой плачет, и Рича сказал, Сережа, много, много эмоций. И тогда ты заплакал, но одним глазом. Нет, нет, нет. Вранье? Конечно, вранье. Я даже знаю, кто это сочинил. Я рассказываю не буду, но ее сочинили. Существует. Потому что просто так оно получилось, что никто мне не говорил, что меньше эмоций. Нет, просто действительно была эмоциональная сцена, в которой так получилось, что пошли слезы, но вот пошло только из одного глаза. Я, честно говоря, думал, ну как так. А пошла она именно с той стороны, где камера стояла. Я ничего не показывал, но так получилось. Ну ладно, рассказывай. Там же камера стояла. Знаешь, Мань, есть такие мастера, но, честно говоря, я не... Да ты такой мастер. Да я клянусь, это же замечательно. Это что значит? Это значит совсем неживой. Откуда тебе... Где у нее кнопка? Слушай, хорошо, давайте серьезный разговор зайдем. Где же у нее такая кнопка? А есть школа проживания, а есть школа показа. Показа. И есть люди, которые делают... На Первом канале. Школу показа на Первом канале. На Первом канале? На Первом канале. Есть еще автошкола. Нет, нет, нет. Моя новая программа будет называться «Семечки». Наши семечки, ваше желудок. Добавляем туда. Ваши ковры. Ваши ковры. А ты знаешь, на самом деле семечки? Вот в том, что когда я озвучил сказку, Иван Дурака, характерный звук нужен был. Поэтому я, стоя в студии у микрофона, я опять же ее семечки, и мне приходилось плевать на пол. Ты знаешь, какое удовольствие на самом деле? И никто тебя за это опять же не поругает, потому что ну как, нужен звук, нужен плевок. Был случай, а мне рассказывали, я думал, это легенда, когда кто-то зашел в том студию на Мосфильме, открыл дверь и по пояс семечках поплыл туда, к микрофону. Оказывается, это ты озвучил. А салат, в принципе, можно раскладывать здесь. Он готов. А еще нужно оливковое масло и вот руку прямо на тарелку. Семечки на самом деле нельзя плевать, только из суеверия. Говорю, что, в принципе, не будет картины. Не знаю. Так, друзья. Оливковое масло. Какое? А какой тебе больше нравится? Вот у нас есть маэстро де олива в смаке, масло, которым мы заправляем оливковое масло. Значит, что в этом салате? Давайте перечислим. Помидоры черри, помидоры бакинские, соленые огурцы, свежие огурцы, авокадо, немного лука, рукола отдельно. Все, ну, окей. Еще шикарно, это все с черным, правильным бородинским хлебом есть. Это такой салат, да, это такой, я не знаю, я люблю добавлять соленые огурцы в салат, мне очень это нравится. Вот все, мы тоже очень любят соленые огурцы. А я думаю, что и, ну, может, все спокойно. Кстати, это сытно, вот барышни иногда вот питаются салатами, а потом через пять минут опять есть хотят, а вот если с авокадо, то и полезно, и кожа прекрасная, и волосы, и все такое, и сытно очень. Я хочу... Да, вот надо нагреть. Запахло, я бы сказал, сженой сей. Так, достаем... Все, 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 все. Я разговариваю наш аспарагус, который жарил. Пережарим, подожди, пережарим аспарагус. Давай, давай, сюда, 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 сюда. Иваны, достайте, пожалуйста, Иваны, достайте. Что? Ну, мы все. Что, милая? Ну, мы все. Утанул. Кого, говори? Ой, спаржу утанул. Аспарагус. Так, его надо куда-нибудь вложить. Он уже какой-то нельзя взимать аспарагус. Так, давай, там. А, нужна тарелка какая-нибудь еще, наверное. Оп. Пускай, пускай лежит. Да? Вот так. Так, наверное, разговариваю. Сейчас, 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 мы ее нарастаем. Шикарно, шикарно. Да? Все, не надо больше. Включаем все. Он же... Вообще, не будем забывать, что это можно есть вообще с сырым. Да, абсолютно. Поэтому... Это можно есть с сырым. Куда мы это выкладываем? На плоскую тарелку или вот сюда? Мы на три белые плоские будем выкладывать тарелки. На три белые плоские. Попозже, большие. Попозже. Тогда сейчас пока выложим это вот сюда. Так, салат готов, все. Маленькое уточнение, лук можно порезать немного или вообще не класть. Кто как любит. Если вечером на свидание, то лучше не класть. Если вечером на свидание... Нет, ну прелесть-то в чем? В том, что какое свидание, если с женой дома ешь, так наоборот... Вдвоем надо ездить. Говорится, вдвоем, чтобы никаких болезней, друзья. Антивирус, лук съел и не подойдет тебе, бацилла. Друзья, прямо сейчас я хочу обратить внимание, если Сергей без рук по-брежнему мешает... Нет, 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 я уже мешал сольку. Солечку. Солечку. Солюшку. Немножко солюшку. Ирочка раскладывает салат. Спаржа у нас сварилась, и мы сейчас быстро обжарим тунца, но сделаем это, как только закончится у нас реклама на первом канале, после которой мы вернемся, и вы узнаете, друзья, что спаржа в переводе с чешского означает дедушка свитеря на батарее заснул. Чужие губы разнесли твое тепло и трепет тела. Поостывали кисели, чело от сала заблестело. Дорогие друзья, СМАК на первом канале. У нас в гостях семья Безруковых. Сегодня, как говорится, называем это все большим обедом. Кстати, обратите внимание, у нас все, в принципе, готово, и нам осталось довезти спаржу. А, все. Знаете, что, я думаю, надо поставить вот сюда, на наш, где пошире огонь. А, да-да-да, все, поняла. И вот прямо сейчас, нужна масляца, туда нужно. Это видно? Почти нет. Нет, не нужно. Не нужно вообще. У меня так, а масло же здесь. Мы были в Токио, и там рынок тунцовый. Тунцовый, да. Подожди, вот это в 5 утра туда приезжают? Да, и это, конечно, отдельная история, куда нужно обязательно приехать, обязательно посмотреть, как они это делают. Там стоят такие ангары, почему? Семь ангарчиков таких, где тушки этих тунцов. И они, как на бирже абсолютно, они продают. Это же аукцион. Представляете, аукцион. Это что? И причем каждый работает в своем каком-то определенном рисунке. О-о-о, у-о-о, все в разы. И вот семь таких людей. Семь. Это зрелищ просто уникально. Понимаешь, там? Когда Первый канал уже будет снимать фильм не черные волки, а черные тунцы? Не черные тунцы. И тогда я знаю, кто будет играть знаменитого аукционера. Главу аукционного дома. Да, да, да. Кстати, немножко такой калорийный, немножко японский. Тунец. Вот такое, да? Кстати, подожди. Надо же отрезать половину. Программа такая. Смак. Вы знаете, это когда папа у меня наливку делал и не остудил, попробовал так же разговаривать. Так, я специально лимон разрезал. Для чего? Для того, чтобы мы сейчас. Сейчас я, с позволения Иры, хотел бы взять нашу спаржу. Хирургический инструмент. Хирургический инструмент, ножницы, разрез уже такую вялую. Нитку не выбрасывайте, можно в голодный год заварить чай. Бульон, бульон. Теперь мы берем, ну вот этот же ножичек. Я даже не знаю, я бы все-таки вот эти самые нижние штучки, такие жестковатые, отрезал. Да, я бы тоже. Потому что они такие жестковатые и не очень, на самом деле, красивые. Вот такие. Вот так же я убрал. Это собачки. Это собачки наши. Она такая у вас. Макарка. Собачка Макарка. Так, а вот это я бы, например, я даже не знаю, отрезать вот напополам? Нет. Как, скажи. Значит, мне нужно, наверное, три штучки непорезанных, а дальше делайте все, что хотите, и оставить их напоследок. Так, три штучки непорезанных я оставил. Так, Сереженька, можешь достать, там есть этот, салат такой, микс, пакетик в холодильнике. Представляешь, Ваня, пришла к тебе в гости и знаешь, что у тебя в холодильнике. Молодец. Вот. Это все премудрость моя, сквозь холодильник. Да, Василиса премудрая. Да, смотрю, нет ничего, нет смысла открывать. Альберт, лишь. А, вот этот. И понемножку положить по центру вот этой красоты. Вот этой красоты, так. Поскольку мы руколу положили в салат, конечно, с тунцом рукола очень хороша, но мы не будем. Тунец уже практически готов. Так, что мы делаем сейчас? Берем, берем этот салатик и в центр немножко, вадим, подушку для тунца, да? Да, подушку для тунца. Причем там, тунца же абсолютно, есть разная, там спинка, брюшка, причем брюшка, оно, по-моему, как мраморное мясо. Да. Она с проживочками. И оружие, чем, допустим, спинка. То есть там, и в Японии как раз это все настолько свежаще. Причем они сказали, вы странно едите суши. Вы берете и бухаете рисом в соус. То есть вы когда пускаете суши, вы прям рисом в сам соус. И вы едите соевый соус. Это неправильно. То есть они переворачивают, буквально рыбкой раз, и все. Рыбкой проводят, и все. А рис не впитывает. Рис не впитывает. Ну, понимаете, для этого нужно ехать там в Японию. Причем на самом деле, когда так бах, и рис впитывает все, и получается такой коричневый суши. Значит, что, Ира, что еще? Лимон у нас порезан. Можем взять оливок немножко, чуть-чуть зелененький. Оливочек зелененьких. А я знаю, где они. Да, мы можем взять оливочек немножко, вот такие. Маэстро де олив. Большие оливки. Я вообще люблю тунец готовить брусочками такими. Он, конечно, когда из четырех сторон обжаривается, а в центре розовое. Да, правильно, конечно. У нас тут такой шикарный был кусок. А тем более мы заработали, я думаю. Трудились тут. Да. И, значит, на очень раскаленной сковороде все это делается? Я хотел, чтобы вы... Значит, и мы рассказываем, как мы готовили. Значит, варку стоя варим 7-8 минут в воде, очищенную, если толстую, если тоненькую, нет. После этого мы ее разрезаем, кладем, отрезаем самые кончики. Тунцак сначала посолили, поверчили, в оливковое масло сделали, чуть-чуть полежал. И цедра лайма и лимона. После этого на сковородке с одной и с другой стороны обжарили, положили, на подушку из салата кладем тунцак, оливочки. Так, ну а вот это я люблю. Вот, вот. Посмотрите, пожалуйста. Или три маленьких уже, как это бывает. Вот, ну мы берем большие. Буквы и ж, получается. И мы берем, да? Да. И можно же прямо, да? И чуть-чуть оливкового масла. Блестит. Я выжимаю лимон. Да. Вот так вот и на спаржу. Молодую спаржу можно не очищать. И вот так вот. Ну мы ее почистили, поскольку она у нас солидная. Так. Друзья, мы берем вилочки. И пока у нас вот все это стоит и доходит под соусом, я бы хотел, чтобы вы все поаплодировали семье без рук. Я бы хотел, чтобы все, да, потому что Сергей, он ест не только семечки, несмотря на то, что происходит в кадре. Так. Я хотел, чтобы вы, значит, и мы рассказываем, как мы готовили. Значит, салат, который больше всего любит Андрей. Что там находится? Ну мы уже все перечислили, да? Помидоры, огурцы, соленые огурцы, руккола внизу, помидоры бакинские, черри, лук, авокадо. Смешиваем оливковое масло, соль. Шикарно. Счастья. Бурные аплодисы, конечно. Как и вам это слово. Мы долгое время все равно занимались собою некоторого диетолога, о котором все знают, но о котором мы не говорим. Вот. Система раздельного... Вам зачем диетолога? Нет, система раздельного питания. Потому что нужно было для ролей худеть, потом опять худеть. А, это сложно. Для здоровья это полезная вещь. Раздельное питание. И вот это как раз все друг с другом сочетается, довольно-таки хорошо. Я думаю, насколько авокадо сочетается в самом салате. Салат это на самом деле отдельно. И помидоры, кстати, почему-то помидор не идет с рыбой. Почему? Даже есть люди, которые по цветам различают еду. Да. То есть вот либо все зеленое, либо все красное. Посмотри, как это сочетается. Почему так? Боже мой. Это в отличие от дальтоников, да? Да, 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 да. Это не то. Друзья, ну что же, давайте поаплодируем и попробуем теперь. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Я не знаю, вы начинаете с этого, я начну с салата. А ты подождешь, пока мы поедим и посмотрим, что будет. Нет, нет, я хочу салата. Друзья, с великолепной, конечно. Все правильно, внутри розовенькое. Обратите внимание. Андрюшка, ты не дурак, правда? Дурак я. Кстати, привычным получилось. И теперь, друзья, мы пробуем. Тунца. Самая распространенная русская рыба. Русская рыба, конечно. И спаржа тоже самая распространенная. Смотрите, прекрасно. А лимон заменяет соль? Да. Шикарно. Друзья, почему же нам никто не хлопает-то? Смотрите, посмотрите. Значит, я всем предлагаю. Попробуй. Приготовьте это блюдо дома, всей семьей. А потом поешьте, включите телевизор, посмотрите сериал «Черные волки». И почувствуйте, что чего-то не хватает. И тогда выйдите из дома, на улицу подойдите к кинотеатру и стойте у него до 3 ноября. И 3 ноября в этом кинотеатре пойдет реальная сказка. Да, друзья, я хочу вас поблагодарить, хочу вам поаплодировать. И хочу вам подарить подарки. А еду мы продолжим. Ну, знаете, времени немного, а подарить хочется много. Значит, друзья, ваша семья. От нашего спонсора корзина душистого аромата цейлонского чая «Акбар». Чая «Акбар» – неиссякаемый источник бодрости, энергии, хорошего настроения. Спасибо. Все это заваривайте так. Ну и, конечно, от нашего спонсора. Оливковое масло. Оливки, маслины, маэстро де олив. Вкусная частичка Испании на вашем столе. Это все вам, ребята. Спасибо огромное. Мирочка, спасибо большое. Я на секунду, просто на одну секундочку вас покину. Веселым, веселым Джонсоном, Беном Джонсоном прибежал сюда. Для чего? Для того, чтобы сказать, что пока на сегодня это все. Увидимся с вами в следующем нашем литературно-кулинарном альманахе. А пока, как говорится в реальной сказке, тунец всему делу венец. КОНЕЦ